В эфире телезащитник. Здравствуйте. По закону жители многоквартирных домов сами отвечают за свои дворы. Ремонт тротуаров, покраску ограждений, установку детских площадок они поручают управляющим компаниям или ТСЖ. Как правило денег, которых собирают жильцы, на многое не хватает. Поэтому сегодня вместе с Александрой Афониной разберемся, как работает федеральная программа формирования комфортной городской среды и что делать, чтобы благоустроить свой двор. Александра, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Давай простыми словами для чайников, что из себя представляет программа формирования комфортной городской среды? Прежде всего, это такой сигнал от государства, что все получится и необходимо совсем немного силы времени для того, чтобы получить федеральное финансирование. Прежде всего, эта программа направлена на повышение комфорта. То есть нам всем ведь очень хочется выйти в красивый двор, пройтись по шикарной площади, по красивым тротуарам. И эта программа, то есть федеральное участие помогает нам с вами сделать нашу жизнь лучше и комфортнее, то есть приятнее. И поэтому достаточно большое количество средств ежегодно направляется в регионы для того, чтобы благоустроить наши с вами дворы. А на что мы можем рассчитывать? Что вот нам сделают во дворе? На самом деле, сама программа, она достаточно гибкая. Есть условно-минимальный перечень, который включает в себя в обязательном порядке ремонт асфальтового прокрытия. Это что такое? Это подъездные пути и тротуар. Также туда входит освещение. Если у нас с вами не было фонарных столбов, либо они уже изношены, лампы старые, зачастую жители голосуют для того, чтобы поставить более экономное энергосберегающее освещение. Это вот то, что государство на что даст денег. И вторая часть – это уже расширены наши хотелки. Что туда может входить? Какие-то элементы благоустройства, красивые скамейки, шикарные вазоны, большая детская площадка. Вот в эту часть собственники должны вложиться тоже. То есть государство дает на самые затратные, самые большие работы – это укладка асфальта, а там ведь делается все до основания. То есть дорога строится заново. А на вот такие вещи уже собственники должны сложиться и добавить денежные средства к федеральным деньгам. То есть в любом случае деньги все равно придется тратить? Не всегда это так. Для того, чтобы участвовать по минимальному перечню, достаточно трудового участия. Что это значит? Это значит, что собственники примут решение, проведут субботник. Один, два, три. Что может туда входить? Убор, например, автохлама. То есть все собрались, проработали вопрос, убрали. Теперь это не мешает ремонту. Уборка старых каких-то скамеек разбитых, например, каких-то гаражей. То есть то, что не требует финансового вложения, но все равно стоит времени. Конечно же, идеальный вариант для собственников все-таки софинансирования. То есть ложиться рублем. Чем выше уровень софинансирования, не 5%, а 10, 15, 20. Обычно это делают огромные дома, постой и более квартир. Тем больше шансов, что именно этот проект получит поддержку государства. А любой двор может попасть в программу или есть какие-то исключения? Ну, законодательством не предусмотрены как таковые исключения. Конечно же, есть здравый смысл. Если ваш дом признан аварийным, в ближайшее время должен быть расселен, пущен под снос, конечно же, никто не выберет ваш проект. Как бы вы этого не хотели. Это будет не совсем правильно. Почему? Потому что на месте дома может вырасти другой дом. Совсем другой по площади, по пятну застройки и так далее. Вот если ваш дом, в принципе, достаточно хороший, в нем еще можно будет очень долго жить, все шансы участвуют. Самое важное, что независимо от того, находится ли дворовая территория, в собственности жителей этого дома. То есть она не сена к общему имуществу или нет. Участвуют все. И очень важно, что зачастую благодаря этой программе решается самая важная проблема – подъездные пути. Особенно для тех дворов, где несколько домов отвечают за общую территорию. Это огромнейшая проблема, и вот мой двор не исключение. Подъездной путь – это 100 метров, и маленькие небольшие дворы стали для нас прям бедой. Почему? Потому что вроде бы какая-то муниципальная территория, вот этот проезд 100 метров, а муниципалитета – денежных средств не было. И для нас это стало решением вот такого глобального вопроса. Соответственно, четырьмя домами мы провели собрание, мы провели субботники, все по-честному, прям с фотографиями, все с метлами, с лопатами, вырезали даже старый кустарник. И как бы через год были включены в программу. У нас это получилось, и теперь довольствуемся результатом, и по нашему пути ведь пошли многие дома с района. Тогда перейдем уже к самому главному. Как попасть в программу и пошаговая инструкция вообще? Прежде всего, необходимо перед тем, как подавать документы, обратиться к сайту администрации. Ежегодно происходит в федеральной программе различные корректировки. Нужно понимать, что федеральный проект – это живой организм. И каждый год он совершенствуется, где-то становится проще, где-то появляются новые формы. Он живет вместе и развивается вместе с нами. Соответственно, обращаемся к сайту администрации, смотрим сроки подачи заявок и какие документы нужно приложить. Потому что из года в год происходят небольшие корректировки. Самое главное условие – это проведение общего собрания собственников. То есть без общего собрания, без утверждения общим собранием, форма участия, размера этого участия, размера софинансирования, утверждение плана проведения работы, утверждение макет-дизайна, если мы хотим детскую площадку, либо какие-то формы благоустройства. Без этого, конечно же, нашу документацию просто не примут. И здесь очень важно учитывать, что чем больше людей выходит на общее собрание, чем выше процент условно явки на это собрание, чем больше процент участия, тем тоже выше шансы. То есть по факту это очень интересный механизм. Государство говорит, тот, кто активнее, тот и заберет. Ежегодно в муниципалитет спускается огромное количество денег, это не один десяток миллионов. И, соответственно, забирает самый активный. И вот если в доме выходит 10 человек, кворум по факту набирается еле-еле, как вы думаете, дадут предпочтение этому проекту? Конечно же нет. Нет, это показывает о том, что люди не будут ценить тот результат, который будет достигнут. Ведь одна из главных задач не просто добиться благоустроенного, хорошего двора, но и ценить то, что мы сделали. Поэтому здесь введено и трудовое участие, и софинансирование. Мы должны беречь. И мы должны принять все, что было отремонтировано, отремонтировано себе на баланс, то есть принять в состав общего имущества. А в дальнейшем жильцы должны как-то искать подрядчика и контролировать его, или это ложится на плечи администрации? Конечно же, с учетом того, что это деньги федеральные, этим всем занимается администрация. Но контроль со стороны собственников не исключается. То есть на общем собрании собственников, это одно из условий, нужно выбрать будет ответственное лицо, которое будет контактировать с администрацией, согласовывать проекты, смотреть смету, согласовывать перечень работ. Ведь сама укладка асфальта включает в себя такое количество работы, и тут все очень индивидуально. Нужны бордюры, не нужны бордюры. Необходимо ли дополнительно как-то благоустраивать тротуар? Не нужно благоустраивать. Какой ширины делать дорогу? Потому что зачастую мы с вами приходим во двор, а нет подъездного пути, есть направление. И непонятна его ширина. И вот это все нужно обговаривать с собственниками. Вот эта работа достаточно много времени занимает, но я считаю, что оно того стоит. Возможно ли вообще, реально ли благоустроить свой двор без вхождения в эту программу? В принципе, у собственников все механизмы существуют. Прежде всего, если двор не принят в общее имущество, соответственно, с администрацией эту работу нужно проделать. Да, мы с вами должны поставить на кадастровый учет участок, определить его границы и понять вообще объем бедствия, какой объем работы. И здесь уже договариваемся с управляющей организацией, либо ТСЖ, и проводим ту же самую работу. Тут точно так же собрание собственников, определение стоимости сметы этой работы, да, и определение за какие сроки, то есть в какой период мы соберем просто эти денежные средства. В принципе, то же самое, просто без поддержки государства. Я хочу отметить, что многие ТСЖ самостоятельно без поддержки государства достаточно быстро и легко благоустраивают свои дворы. Тут я считаю, что именно очень важно желание каждого собственника. Если люди заинтересованы в улучшении своих жилищных условий, а это не просто расширение квадратных метров, это ведь еще красивые подъезды, да, какие-то дополнительные скамеечки, дополнительные фонари, дополнительные лампы, вазы, клумбы и так далее. То есть все это увеличивает не просто комфортность, но многие ведь не знают, что это увеличивает и стоимость жилья в каждом доме. В хорошо отремонтированном доме, да, с хорошим двором квартиры всегда стоят на несколько процентов дороже. Давай под конец совет всем, кто решился на такое сложное мероприятие, как благоустройство своей дворовой территории. Ну, прежде всего, нужно помнить, что это нужно прежде всего... Ну, это только для собственников. Это нужно вам. То есть не нужно хотеть и перекладывать на кого-то другого. Есть масса помощников в этом деле, но прежде всего это ваша задача. Второе, не нужно бояться привлекать своих соседей. Если вы считаете, что всем все равно, вы ошибаетесь. Нужно просто начать взаимодействовать с каждым собственником, с каждой квартирой. Зачастую это занимает очень много времени, но оно того стоит. Ну и не так страшен черт, как его молюют, поэтому необходимо изучать документы. Можно же обращаться в различные общественные структуры. В той же администрации с удовольствием вам подскажут, как оформить протокол. Здесь ни один собственник, ни один дом не останется один на один вот с этим вот глобальным проектом. Спасибо, Александр. Мы благодарим Центр Мой Бизнес Коми за предоставленное место для съемок. Ну а на сегодня все. С вами была программа «Телезащитник». Помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону, а мы поможем. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...